Любовь и разлука Притча У края поля стояли любовь и разлука, И любовались молодой парой. Разлука говорит любви, Спорим, я их разлучу. Любовь отвечает, погоди, Да я сделаю к ним всего один подход, А затем ты можешь подходить к ним столько, Сколько захочешь, И тогда мы увидим, Сможешь ли ты их разлучить. Разлука согласилась. Любовь подошла к молодой паре, Прикоснулась к ним, Заглянула в их глаза и увидела, Как между ними пробежала искра. Любовь отошла и говорит, Теперь твой черед, подруга. Разлука ответила, Нет, сейчас я ничего не смогу сделать, Сейчас их сердца наполнены любовью, Я приду к ним позже. Прошло время. Разлука заглянула в дом И увидела молодую мать с младенцем И отца семейства. Разлука надеялась, Что любовь уже прошла, И потому с надеждой Переступила порог их дома. Но заглянув в их глаза, Она увидела благодарность. Разлука разочарованно повернулась И сказала, Я приду к ним позже. Прошло время. Разлука вновь явилась к ним. В доме шумели дети, С работы пришел уставший муж, А мать успокаивала детей. Разлука очень надеялась, Что уж теперь-то она точно Сможет их разлучить, Ведь за это время И любовь, и благодарность Уже давно должны были бы Выветриться из их сердец. Но заглянув в их глаза, Она увидела уважение И понимание. Ну что ж, я загляну позже, Сказала разлука. Прошло время. Снова пришла в их дом разлука. Смотрит она, Дети уже взрослые, Седой отец объясняет Что-то своим детям. Жена что-то готовит на кухне. Взглянула она в их глаза И разочарованно вздохнула. Она увидела в них доверие. Я приду позже, Сказала разлука, и вышла. Прошло еще время. Заглядывает снова разлука в дом. Смотрит, а там бегают внуки. У камина сидит пригорюнившись Старенькая женщина. Разлука смотрит И думает про себя. Ну вот, похоже, мое время пришло. Хотела она было заглянуть Старушке в глаза, Но та встала и вышла из дома. Разлука пошла за ней. Вскоре пришла Старушка на кладбище И села в могилы. Это была могила ее мужа. Похоже, я опоздала, подумала разлука. Время сделало за меня мою работу. И разлука вновь заглянула в заплаканные глаза Старушки. А в них она увидела память. Память о любви, благодарности, уважении, понимании и доверии. Любовь – это целая страна, В которой живут мудрость, нежность, благодарность, уважение, взаимопонимание, доверие, терпение и счастье. Люби ее Притча Однажды один человек пришел к мудрецу за советом. «Мы с женой давно не испытываем прежних чувств друг к другу», – сказал он. «Я ее больше не люблю, да и она меня, наверное, тоже. Единственный выход, который я вижу, – это расстаться с ней. Вы что скажете?» Мудрец выслушал его внимательно, посмотрел ему в глаза и сказал всего лишь «Люби ее». Воцарилась тишина. «Человек подумал, что мудрец его не расслышал. Но я же говорю, что у меня больше не осталось в ней никаких чувств», – повторил он. Мудрец кивнул. «Да, да, это хороший повод, чтобы любить ее». Посетитель почувствовал полное замешательство, но продолжал настаивать. «Но как же любить, если разлюбил, если в сердце все пусто?» После непродолжительного молчания мудрый старец ответил. «Для подлинной любви нет никаких преград, ибо слово «любить» означает прежде всего действие, а чувство – это всего лишь следствие и плод твоей преданности и самоотдачи своей супруги. Ведь любить – это твое решение. Решение служить жене, заботиться о ее благополучии, ценить и сопереживать ей, жертвовать ради нее собой. «Брак» – это в хорошем смысле слова борьба. Чаще всего мы видим в семьях борьбу за то, чтобы сделать свою вторую половинку удобной для себя, чтобы мне, любимому, было хорошо и комфортно. Но истинная любовь борется ради своей второй половинки и прилагает все усилия на то, чтобы возвысить не себя, а свою спутницу жизни и помочь ей расти вверх во всех отношениях. Любовь можно сравнить с искусством взращивать сад с прекрасными цветами, которые необходимо пропалывать, вырывать сорняки, беречь от вредителей, взрыхлять почву и подкармливать цветы, не забывая их поливать, а в случае необходимости всегда быть готовым противостоять засухе и ливням. В общем, заботиться, оберегать и быть очень терпеливым. Поэтому люби свою спутницу, принимай ее, цени и уважай, покажи ей всю свою симпатию и нежность, восхищайся ей и постигай ее. В этом и заключается мой совет. Люби ее. Святое Писание говорит «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так, что самого себя за нее отдал». Именно так мужья должны любить своих жен, любить, как тела свои, любящие жену, себя самого любят. Нет, никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей. Напротив, он заботится о ней, как и Христоса Церкви. Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной. Любовь подобна цветам Притча Не копите любовь и не пытайтесь ее сосчитать. Не будьте скупым, вы все потеряете. Наоборот, созидайте любовь и взращивайте. Позвольте ей цвести, делитесь ею, раздавайте ее. Пусть она растет. У великого короля было три сына, и он хотел выбрать одного из них, наследника. Это было очень трудно сделать, потому что все три были очень разумными, очень храбрыми юношами. И при этом они были близнецами, все одного возраста. Так что сложно было принять решение. Король посоветовался с мудрецом, и тот дал ему идею. Вернувшись домой, король попросил всех троих сыновей прийти к нему. Отец дал каждому из них по мешочку с цветочными семенами и сказал, что он должен на несколько лет покинуть дом. Мое путешествие может занять несколько лет. Я решил испытать вас. Эти семена вы вернете мне, когда я вернусь. И тот, кто лучше сохранит их, тот и станет моим наследником. С этими словами король отправился в путь. Первый сын подумал, что же мне сделать с семенами. И он решил держать их в железном сейфе. Когда отец вернется, они останутся такими, какими и были. Второй сын подумал, если я буду хранить их так, как это делает мой брат, они умрут. А мертвые семена вообще не семена. Поэтому он пришел в магазин, продал их и получил деньги. При этом он подумал, когда вернется мой отец, я пойду в магазин и куплю новых семян. И я верну их отцу даже лучшими, чем они были. А третий сын вышел в сад и посадил семена в землю, где только было свободное место. Через три года, когда отец вернулся, первый сын открыл свой сейф. Семена умерли, и от них исходил зловонный запах. Отец сказал, что это? Разве эти семена я дал тебе? Они должны быть способны расцвести цветами и дать прекрасный аромат. А эти семена превратились в зловонную труху. Это не мои семена. Сын возразил, что это те же самые семена. Но отец сказал, ты, мой сын, не понимаешь сути жизни и не способен не только ее мудро прожить, но и сберечь. В это время второй сын бросился в магазин, купил семян, вернулся домой и принес их отцу. Но отец сказал, сынок, эти семена не те же самые, что я давал тебе. Твоя мысль лучше, но все же это не то качество, которое хотел бы видеть в тебе. Король с трепетом пошел к третьему сыну в большой надежде и страхе одновременно. Что он сделал? Третий сын повел отца в сад, где цвели сотни цветов вокруг и сказал, это те семена, что ты дал мне. Как только они созреют, я соберу их и верну тебе. Отец удовлетворенно провозгласил, ты мой наследник, вот так и нужно поступать с семенами. Семена подобны жизни. Сберегающий семена и живущий только для себя не понимает жизни и теряет ее, оставаясь пустым и неудовлетворенным. Тот же, кто пытается жизнь просчитать и переживает о том, как бы не прогадать и ни в чем не понести ущерба для себя, тот тоже не живет, а существует. Такой человек не способен пережить искреннюю, настоящую любовь и уходит из жизни бесплодным. И только творящая и жертвующая собой жизнь не только сохраняет ее, но и приносит плодов во сто крат больше. В этом и красота цветов. Они не могут быть запасены. Они олицетворяют Бога. А Бога нельзя накопить. Его можно только принимать. И наслаждаться общением и его любовью. Ведь Бог есть любовь. И цветы символизируют любовь, которую тоже нельзя накопить и сохранить. И это совсем не случайно, что цветы являются символом любви во все века, во всех странах, в любых обществах. Любовь подобна цветам. Если она тебе подарена и зацвела в твоем сердце, тебе нужно делиться ее, отдавать ее. И чем больше ты ее отдаешь, тем больше ты ее получаешь, и тем больше она в тебе растет. И только тогда, когда ты продолжаешь и продолжаешь отдавать полученные свыше, ты становишься источником любви. В мудрой книге записаны слова Иисуса Христа. «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». С вами был канал «Экклесиаст». Всего вам доброго!